привет друзья я продолжаю цикл видео обзоров на наборы с оружием от компании брик армс сегодня мы посмотрим набор оружия вторая версия оружия союзников этот наборчик ко мне приехал из интернет-магазина брикс of war ссылка на экране ссылка есть в описании так что если вам понравится этот наборчик можете там его приобрести я начинаю смотрите сколько всего поехали мне нравится что стали брик армс такую подсказочку сзади на этом вкладыше печатать это здорово помогает хотя они иногда путаются сами были у меня случай когда они неправильно подписывали оружие да кстати если я что-то неправильно там называю пишите в комментариях потому что я тоже человек и не могу ошибаться в чем-то но теперь давайте посмотрим что нам предлагает в этом паке первое что бросается в глаза это однозначно смотрите какой интересный цвет у оружия темно-коричневый сейчас я покажу для примера другое вот смотрите для примера это вот стандартный такой коричневый цвет а это вот такой насыщенный немножко так и в красноту даже может быть но интересный цвет первый раз такой вижу брик армса пишите какой нравится вам больше вот этот старенький светло-коричневый или вот такой насыщенный темно-коричневый где в принципе это это нравится вполне но давайте ближе к делу у нас поскольку союзники это британцы и американцы у нас две каски и 1 естественно каска стандартная м1 американская но она уже у меня в больших количествах есть даже на этом чуваке я уже подобную показывал ну и британский стальной шлем подобный я вам показывал в предыдущих обзорах называется он каска броди по имени создателя джона леопольда броди вот такой интересный шлем в отличие от американской каски здесь вот такие широкие поля так давайте сразу что-нибудь знакомое такое возьмем британская магазинная винтовка ли энфилд кстати здесь в этом наборчике вот такие клипсы еще есть сейчас покажу такие клипсы они нужны для того чтобы вот таким вот образом можно было дать ружье мини фигурки видимо вот как-то так как будто она стреляет упираясь винтовкой в плечо такая вот идея не знаю мне это день очень нравится но раньше этих клипс и других наборов у меня не было здесь вот смотрите две клипсы к м1 и к ленфилду прилагается эти клипс ойды так кстати но давайте сразу попробуем и м1 гаранда винтовку с этой ну клипс убираем показываю что есть еще одна клипса сразу в руку даю где у нас м1 вот она ну вот так вот как чувачок стреляет приклад у плеча вот клипса это на самом деле полезные можно еще каким-то образом их использовать не только для этих винтовок здесь мне честно говоря кажется кто-то неправильно в них как это все работает я видел в мультиках используют таким образом подобные клипсы но мне не очень нравится но клипса сами по себе полезны как я уже сказал так что пригодятся однозначно куда-нибудь их я точно использую но не к винтовкам скорее всего тоже знакомая вещица правда интересного темно-коричневого цвета это у нас springfield американская винтовка образца 1903 года с снайперским прицелом использовался во второй мировой войне как и все здесь остальное опять-таки знакомая вещица карабин м1 легкий самозарядный американский карабин времен второй мировой войны популярный очень оружие у американцев было так ну и последний коричневого цвета это у нас помп вы дробовик под названием м97 это у нас винчестер модель 1897 года также это ружье известны как траншейное ружье а американские солдаты называли траншейная метла или траншейная щетка вот этот такой вот такая выемка на самом деле это крепление для штыка был бы на самом деле интересно посмотреть вот эту версию со штыком еще а так это классический американский дробовик его давайте сравним отличается вот как раз вот этим креплением и вот здесь вот видно это кожух на ствол чтобы уберечь стрелка от ожогов вот а это вот уже более такой современный вариант может катили охотничий или полицейский вариант это именно траншейное ружье и было на разработан перед первой мировой войной и там собственно успешно использовалось вижу брен это у нас английский ручной пулемет который на самом деле является модификацией чехословацкого пулемета разработан был в тридцатых годах и имеет вот такую интересную форму пистолет пулемет стенд британский магазин которого можно пристегнуть достаточно туго входит но я справился черного цвета такая вот вещица что еще из интересного пистолет м 1911 ну и для тех кто не смотрел мои предыдущие обзоры напоминаю что это самозарядный пистолет который был разработан джоном мосесом браунингом в 1908 году еще где-то я тут револьвер видел револьвер модель 1917 года американский револьвер симпатичное оружие по моему мне же такой 4 естественно не может бриканс обойтись в своих наборах вот без этого пистолета пулемета томпсона который здесь проходит под названием м1а1 популярное оружие американцев во второй мировой войне базука что такое базука это противотанковый гранатомет у которого нет отдачи при выстреле кстати в орденах вот из такого гранатомета ей стрелял по немецким танкам вот это интересное изделие это автоматическая самозарядная винтовка браулинга модель 1918 проходит под кодовым названием бар мощнейшая вещь по сути это автоматический ручной пулемет так есть сошки сошки то я забыл сошки у нас прилагаются к брену так вот крепится и все пулемет сошками не всегда больше нравится пришлось вернуться к брену но вот так вот покажу как сошками выглядит что у нас осталось к базуке осталась вот такая ракетка просто в руках ее можно поносить побегать с ней так осталось у нас обойма обратимся к подсказочки вот эта обойма и она идет гаранду то есть в руке держит боец такую обойму и заряжает винтовку прикольно самая изюминка этого набора это пулемет льюиса и причем не просто пулемет льюиса а он вот такой разобранный потому что его надо собирать состоит из четырех частей и плюс сошки из пяти значит основная часть надеваем ствол видимо любой стороной так потом у нас идет вот этот ствол но между ними у нас ставится сошки надеваем вот так вот закрепляем вот получается у нас такой же интересный пулемет ну и диск тоже крепим вот эта мощь вот смотрите как терминатор буквально кто смотрел фильм старый белый солнце пустыни там применялся этот пулемет мной он был там замечен для сравнения еще хочу сказать у меня есть пулемет я свое время покупал тоже пулемет льюиса от компании sedan если я не ошибаюсь вот он смотрите тот же самый пулемет в эти в другую руку выдам и когда я на самом деле его купил конечно я разочаровался потому что но это какая-то детская игрушка они пулемет да вот вот здесь все гораздо интереснее у брик армса выглядит он лучше потому что ну примерно в масштабе мини фигурки а здесь это какой-то не знаю автоматик ваще не пулемет в общем его как бы просто бросил и вот лежит у меня в дальнем углу пылится его только сейчас его на свет вынул чтобы сравнить с полноценным пулеметом уже так ну что это пулемет льюиса это британский пулемет был разработан в 1913 году и это один из первых ручных пулеметов и естественно сразу начал использоваться в первой мировой войне и приобрел достаточно известность мне конечно нравится я считаю что вот этот пулемет является июминкой этого набора вот этого кстати по отдельности я в продаже не видел от этого пулемета и он поставляется как я понимаю только вот в этом наборе здесь у нас я посчитал 13 единиц оружия я не считал каски я не считал вот эту ракету не считал сошки не считал патрончики нормально здесь оружие получилось оно достаточно интересное с одной стороны да конечно какие-то экземпляры у меня в наличии уже есть но и у меня не одна фигурка вооружать надо несколько и опять таки вот этот пулемет это конечно нечто супер вещь что вы думаете по поводу вот этого наборчика пишите в комментариях ставьте лайки можете дизлайки а я напомню что приобрести вот этот набор которым есть вот этот чудесный пулемет льюиса вы можете в интернет-магазине brick software ссылка на экране ссылка внизу в описании я с вами прощаюсь с вами был константин канал лего мастер всем удачи всем пока увидимся в следующем видео